Вместо старой лавочки качелей настоящий игровой комплекс. Двор возле 24-го дома на Прибересенском бульваре не узнать. Старт обновлением дали неравнодушные жильцы. Наталья Котова обратилась к депутату Палаты представителей Вере Широкой. Просьбу услышали. Конечно же, не ожидали такой реакции. Всё было на высшем уровне. Оказали помощь. Выходили, мы же общаемся. Была поддержка. Были собраны небольшие, конечно, денежные средства. К помощи подключились городские предприятия. Сотрудники организации по обслуживанию жилфонда уложили тротуарные борта и плитку. Установили и зафиксировали оборудование. Легпромразвитие выделило эко-покрытие. В УГД подарил несколько туй. Сейчас производим работы по планировке грунта, выравниванию. Будет высеян газон. Я думаю, этим здесь понравится. Будет весело играть. Рабочие укладывают эко-плиты. Панели складывают как пазл. Материал прочный, долговечный. Откликнулись и учащиеся механико-технологического колледжа. Парни лихо орудуют инструментами. Местные детвора, которые то и дело крутятся вокруг, не отвлекают. Когда мне предложили помочь благоустроить детскую площадку, я с радостью согласился. Мы устанавливали забор и ровняли песок для детской площадки. Жильцы многоэтажки не скрывают радости. За досуг подрастающего поколения можно не переживать. В будущем мечтают взрослые, новых детских сооружений станет больше. Мы рады, наши детки рады, что наконец-таки у них будет достойная площадочка. Ну и мы будем стараться по мере возможности, чтобы это все сохранилось для наших внуков, для правнуков. Все-все нашу просьбу удовлетворяют, что мы просим, все делают для нас, для наших деток. Мальчики и девочки успели опробовать качели и горки. К комплексу поставили высший балл. Я буду часто гулять и кататься на качеле. Депутат Вера Широкая уверена, лишь совместная работа населения и власти способна привести к положительному результату. Они и забор сделали, и плиточку купили, бордюрный камень купили, и вложились, ну, грубо говоря, привлекли жильцов. То не поддержать такую инициативу мы не могли. Если у нас будет в городе Бобруйске побольше таких активных жителей, которые готовы вкладываться, не только ждать, когда что-то принесут, дадут и сделают службу ЖКХ, а когда, наверное, действительно будет совместная работа, вот такой результат мы будем иметь. Жильцы высотки уверены, теперь площадка будет местом притяжения всей детворы.